Илона, спасибо, очень много интересного рассказали, кусочек, и на самом деле многие вещи у нас будут соприкасаться. Я хочу выступить с позиции компании, которая занимается уже более чем 20 лет эквайрингом, организацией эквайринга, организация приема платежей в ритейле, прием платежей по картам. Соответственно, мы понимаем, что с предприятиями мы партнеры, а наш конечный клиент это держатель карты, физическое лицо. Соответственно, мы очень внимательно смотрим за трендами, мы пытаемся прогнозировать поведение. Поэтому я думаю, что те данные, которые мы подготовили, будут интересны для вас. Хочу также отметить, и большое спасибо организаторам, что большая редкость, практически первый раз на моей памяти, когда в ритейловой конференции представители и вообще тематика банковских карт в первом блоке присутствует. Потому что обычно для ритейлеров банковские карты не представляют из себя такого большого интереса. Хотя нужно отметить, что в последние годы, последние, наверное, 4 года достаточно значимый прирост и перетекание из наличных платежей в безналичные произошел. И все более и более значимым эта тема становится. И вот сегодня такое значимое для меня событие, что вот я участвую в первой сессии. Это действительно показательно. Моё выступление будет состоять из трех частей. Я чуть-чуть расскажу про тренды, хотя Илона очень многое предвосхитила. Немножко обращу ваше внимание на сложившуюся платежную инфраструктуру, которая есть на сегодняшний день в России для безналичных платежей. И коснемся также развития национальной системы платежных карт, которая буквально с 1 апреля, такое значимое событие произойдет. Но об этом расскажу чуть попозже. Про потребительские тренды. Говорили уже сегодня и Юрий, и Александр о том, что на сегодняшний день очень значимое влияние на потребительские тренды оказывают такие вещи, как геополитические факторы, падение стоимости нефти, инфляционные ожидания, изменения в законодательстве. Все это привело к тому, что потребитель чувствует себя неуверенно. Неуверенно в завтрашнем дне и не очень понимает, как себя вести. Наверное, все помнят, какое потребление было в декабре. Совершенно неожиданно люди, например, по картам стали покупать автомобили. Такого не случалось практически никогда. Это не очень выгодно экономически ритейлерам, тем не менее. Действительно зафиксировано было очень большой рост оборотов именно по продажам автомобилей. Недвижимость, правда, не покупали за карточки, но автомобиль тоже значима была. Это официальные цифры, рост стата, падение ВВП, рост инфляции. И, к сожалению, к нашему с вами потребительские расходы тоже снижаются. Здесь практически повторение такое сжатое того, что говорила Илона. И общий вывод можно сказать, что потребитель чувствует себя неуверенно, не понимает, как ему себя вести, куда правильно вложить деньги на сегодняшний день. Тем не менее, продолжается изменение потребительского поведения, точнее, поведение потребителей. Мы можем сказать, что 10 лет назад, когда активно стали выпускать зарплатные карты, все держатели карт шли аккуратно два раза в месяц в банкомат, снимали там денежные средства, на этом их общение с картами и с банками заканчивалось. Сейчас тенденция медленно, но верно продолжается. Все-таки люди начинают идти в торговые сети, и вы видите эту тенденцию на графиках представленных. Снижается постепенно снятие наличных в банкоматах, и растет опыт и приверженность использования банковских карт. Люди начинают идти в торговлю платить картами, люди начинают оплачивать коммунальные услуги. Это действительно сейчас удобно. Сделаны государственные порталы. В общем, много возможностей для более простых платежей с помощью карт. Еще такое небольшое наблюдение сбоку. Впервые, пожалуй, банки отметили достаточно значимое изменение тренда. То есть увеличились расходы по картам внутри страны по сравнению с расходами за границей. Все-таки раньше карточки больше использовались за границей. Сейчас прирост именно использования карт в России, он более значимый. Здесь я хотела привести и обратить ваше внимание на такие тренды, как изменение количества транзакций. Мы много лет следим за этим фактором, за этими данными. И мы увидели, что… Здесь обращу ваше внимание. Вот красненьким видно, что произошло снижение количества транзакций. Значительное. То есть люди стали реже пользоваться картами. Вместе с тем средняя сумма операции, средняя сумма сделки увеличилась. Причем увеличилась значимо на около 20% на сегодняшний день. И скорее всего она будет продолжать расти. Вот здесь я бы сказала, что график построен не совсем верно, красненьким тоже. Скорее всего этот тренд продолжится, ну или как минимум сохранится. Сейчас. Хотела отметить также то, что в результате того, что количество операций снизилось, но при этом увеличилась средняя сумма чека по карте, обороты все-таки карточные по сравнению с прошлым годом растут, несмотря на снижение потребления. И вот здесь я хочу привести пример. Для меня это дополнительное подтверждение того, что держатель карты, человек с картой, он тратит больше. Обратите внимание, что динамика среднего чека в России по данным Аромира, она тоже выросла на 17%, но по нашим данным на 19, очень близко. Вместе с тем средний чек в России 587 рублей, а средний чек по картам почти 2300 рублей. Поэтому обращаю ваше внимание, что держатели карты должны быть вашими любимыми клиентами, потому что они тратят все-таки больше. Еще одна интересная картинка, она, наверное, не очень вписывается в тренды, но мне очень хочется ее показать и продемонстрировать, как можно оценить на самом деле качество клиентской базы различных банков. Мы знаем, что, и чуть дальше я этого коснусь, около 600 банков в России являются эмитентами международных карт. Мы, как эквайер, мы видим обороты в торговой сети, карты каких банков в наибольшей степени ходят в торговую сеть. Ну вот синеньким это Сбербанк, это сейчас около 40% по оборотам, вместе с тем присутствует, ну, в общем, наверное, 15 банков активно, все остальные уже сильно меньше процента. Соответственно, здесь показаны вот эти вот самые крупные банки, самые большие эмитенты, которые выпустили наибольшее количество карт. И вместе с тем мы можем посмотреть, что самая большая средняя сумма транзакций в иностранных банках. Это Ситибанк, Юникредитбанк, Ну, Газпромбанк, Альфабанк и Райфазен на более низкой позиции. То есть качество базы и расходы, и качество клиентов, которые готовы тратить больше, вот они вот в этих банках. Внизу график показывает, от средней суммы сделки в плюс или в минус уходят траты тех клиентов, тех или иных банков. В принципе, интересная статистика, и она позволяет нам с нашими клиентами решать, с какими банками можно делать какие-то совместные программы, где они будут наиболее интересны, с кем правильнее и выгоднее работать ритейлеру. Состояние рынка платежей. Как я уже говорила, на сегодняшний день в России около 550 банков, которые занимаются эквайрингом, и примерно столько же банков, которые занимаются эмиссией. По сравнению с международной практикой это очень много. На порядок меньше такое количество банков, например, в США, где обороты по картам. Один ритейлер, наверное, дает такой оборот, какой весь оборот по картам в России на сегодняшний день. Много банкоматов. Количество банкоматов, их прирост немножко снизился в последние годы. Тем не менее, по сравнению с западными странами их не хватает пока что. Число терминалов то же самое. Растет, активно растет, но недостаточно. Особенно в регионах. В регионах сетей для приема карт по-прежнему не хватает. Хочу отметить тенденции, про которые уже, в принципе, говорила. Прирост оборотов по платежным картам существенный. 24% за последние три года. Вместе с тем на 42% вырос прирост именно в торговых сетях. То есть люди платят картами в торговой сети. Прирост на 42%. Я думаю, что многие из вас отметили по своей статистике тоже, что перетекает постепенно в безналичный оборот платежи наличными деньгами. Здесь сравнение с западными практиками, с западными оборотами. И отсюда можно сделать вывод, что достаточно большой потенциал в России для того, чтобы этот переход в безналичные расчеты продолжился. Ну и последняя часть моего выступления. Я хотела бы просто отметить тот факт, что действительно после введения ряда санкций и после того, как платежные системы из-за этих санкций прекратили прием определенных карт, определенных банков, наши законодатели очень активно приступили к построению национальной системы платежных карт. Хотя задел создания такой системы был сделан уже, наверное, три года назад, когда был принят 161-й федеральный закон. Вместе с тем наиболее активная фаза, вот она началась после применения санкций. Была создана компания НСПК, которая является организатором этой платежной системы, национальной платежной системы. На сегодняшний день в стратегии НСПК можно отметить три больших этапа. Первый этап стартует или закончится, не знаю, как сказать правильно, 1 апреля, когда обороты по картам крупнейших платежных систем визы и мастер-карт должны перейти внутрь России. То есть все операции по картам, выпущенными российскими банками и принятыми в оплату в России, должны проходить через НСПК, через процессинг НСПК и рассчитываться через клиринг Центральный банк. Как мы знаем, Мастер-карт выполнил все требования и, собственно, наша компания уже практически неделю работает с платежами по картам Мастер-карт через Центральный банк и компанию НСПК. Переход по визе чуть-чуть отсрочился. К счастью, виза объявила о том, что все платежи она продолжит и останется и будет присутствовать на российском рынке и все платежи и будет соответствовать требованиям законодательства. Ну, мне сложно сказать. Скорее всего, эта виза просто приняла для себя решение о том, что они готовы заплатить тот депозит, который требуется в связи с новым законодательством. И, собственно, никаких изменений в ближайшее время не будет. Ритейлеры, наши клиенты, никто из, многие здесь присутствуют, не почувствовал вот этого перехода. Собственно, мы сделали все, чтобы этого перехода не было заметно. Для вас ничего не изменилось, вы продолжаете стабильно работать. Следующий этап – это конец этого года, когда два события должно произойти, должны подключиться менее значимые платежные системы, JCB, China Union Pay и другие более мелкие системы, и должна быть выпущена внутренняя национальная карта российская. Ну и третий этап, он такой неблизкий, это то, что когда карта национальная будет приниматься за рубежом в том числе. На последнюю картинку времени не хватило, но, в принципе, она демонстрирует то, что платежи уже пошли через национальную платежную систему и клиринговый центр Центральный банк, ну и, соответственно, все у нас с вами будет хорошо. Вот так. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»!